привет меня зовут олег вы на канале beer hunter сегодня я расскажу вам подходит ли beer hunter doom mini для охоты да и в целом я расскажу как понять как подобрать арбалет для охоты мы с вами постреляем по чему-нибудь интересному посмотрим насколько он мощный а также я расскажу вам опыт реальный опыт этого арбалета на охоте как он себя показал хорошо или все-таки не очень обратился к нам евгений из подольска с просьбой собрать ему арбалет который подойдет для охоты как вы помните в прошлом году я достаточно много стрелял из этого арбалета и по сковородкам по кирпичам по дверям от машины и все выглядело так что этого арбалета для охоты точно хватит и поэтому было принято решение собирать именно этот арбалет еще прелесть этого арбалета в том что это арбалет по сути конструктор его можно собрать как вам захочется можно поставить другие планки посильнее помощнее поменять приклад поставить планку вивера на верхнюю планку вивера поставить то что вам нужно тетиву поменять в общем то этот арбалет можно кастомизировать так как вам нужно и это дает возможность собрать этот арбалет как сугубо для охоты как сугубо для развлечения, так и выбрать какой-то промежуточный вариант. Но как действительно понять, подходит ли арбалет для охоты или нет? По каким критериям нужно оценивать арбалет, чтобы понять, да, это оно или нет, это для другого? Давайте разбираться. Кстати, сейчас самое время подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик. Первое, что приходит на ум, это точность. Но на самом деле точность не так важна, потому что арбалеты все в принципе достаточно точные и точность стрелка, в плане умения стрелка, превалирует над точностью арбалета. Каким бы точным не был арбалет, если стрелок косой, он никуда не попадет. А вот наоборот работает иначе. Если у нас стрелок умеет стрелять, то даже если арбалет не супер точный, стрелок все равно сможет попасть, потому что киллзона зверя все-таки побольше, чем десятка на спортивной мишени. Конечно, этот арбалет подходит по точности, тут даже говорить не о чем. Больше того скажу, когда в прошлом году я стрелял по всяким кирпичам и даже по алюминиевой балке, которая сантиметра, наверное, 4 в толщину, я этот арбалет не настраивал. Я просто взял его из коробки и пошел стрелять. То есть понятно, что тросы будут вытягиваться, эти тева будут вытягиваться. Все мы знаем, что первые 50 выстрелов — это такие технические выстрелы. Ты берешь, стреляешь, у тебя все вытягивается, потом ты еще раз настраиваешь арбалет, и после этого он у тебя уже по идее никуда не будет уползать и сохранить свою точность. Ну а я сразу начал стрелять и при этом попадал даже бродхедами. Безопасность. Арбалет не должен вас подвести и уж тем более охотник не должен пораниться. Я думаю, что представляю, что такое охота и что чувствует охотник в момент выстрела. Когда адреналин херачивает, очень сложно сделать все без ошибок. Так вот Doom Mini оборудован, во-первых, защитой для пальцев левой руки и у него есть автоматический предохранитель, который сразу же при взведении активируется. Да, скорее всего на охоте вы забудете сначала снять с предохранителя, но я думаю, вы не будете спорить с тем, что бродить по лесу, тем более если вдруг вы на охоту пошли не один, со взведенным арбалетом без предохранителя — это сомнительная затея. Каждый человек, который имел дело с оружием, знает, что с предохранителя нужно снимать только тогда, когда ты готов к выстрелу. Третье — это размер. Почему же размер имеет значение? Да все просто, потому что охотнику часто приходится бродить не пойми где по каким-то лесам, горам, холмам и все прочее. И с маленьким арбалетом, конечно же, делать это гораздо проще. Плюсом к этому идет то, что охотнику гораздо проще обращаться с маленьким оружием, а звери — они достаточно чувствительны к людям вокруг. И поэтому, если у вас маленький арбалет, вам все это сделать сподручней, проще и гораздо проще оставаться незаметным для зверя. Следующее — это удобство в узких местах, скажем так. Потому что, ну, охотники — это не люди, которые стреляют в тире, у которых все подготовлено. У них, безусловно, все подготовлено. Но ветка, которая висит, и вы ничего с ней не можете поделать. Или вот это вот окошко, которое у вас есть для стрельбы. И тут, конечно, габариты решают. Я общаюсь с охотниками, они мне столько рассказывали, что... Я общаюсь с охотниками, они мне рассказывают, что порой и так приходится стрелять, что если бы в этот момент проходил конкурс по акробатике, сто процентов они бы заняли там какие-нибудь места. И, конечно, когда арбалет маленький, то гораздо больше места для маневра. Ну, а еще, поскольку у этого арбалета встроенный натяжитель, которым вы можете одной рукой легко ввести арбалет, точно так же, если вдруг охота не случилась, вы можете и разрядить этот арбалет. Потому что напоминаю, что без стрелы из любого арбалета стрелять нельзя. Снимаем с предохранителя, оттягиваем натяжитель и нажимаем на спуск. Все, после этого у нас арбалет разряжен. Ну и последнее это вес, потому что вес это прямое следствие размер. Если арбалет большой, то он будет тяжелым. Если арбалет маленький, то он будет легким. А когда вы в лесу, каждый килограмм на счету. Размер арбалета двум мини это 62 сантиметра в длину и и 29 сантиметров в ширину. Однако, напомню, что этот арбалет по сути конструктор. И вы можете взять этот арбалет без приклада и поставить сюда кобровский приклад, который стоит у меня на маневре, то есть раскладной. Таким образом у вас размер этого арбалета в сложном состоянии будет вообще в районе 40 сантиметров. Но когда вы его разложите, то собственно у вас получится полноценный арбалет. Делается это буквально в одно движение. Еще одна прелесть этого арбалета это стрелы. По сути вы можете приобщиться к этому замечательному миру лучников, где каждый там взвешивает перышки, взвешивает хвостовички и все это собирает. Но у них там конечно побольше заморочек, потому что у них стрела напрямую прям параметр стрелы напрямую зависит от того, как человек стреляет от его выпуска, от его упора. Да и в целом там стрела подлиннее, поэтому там все это куда более критично. Но и у вас будет возможность собрать стрелы так, чтобы они летели вот ровно так, как вы хотите. Главное иметь какой-то опыт и понимать задачу. Где-то нужны стрелы потяжелее, где-то нужны стрелы полегче и вы точно также можете купить все по запчастям и собрать ту стрелу, которая нужна именно вам. Но если вдруг вы не хотите с этим заворачиваться, то не беда, потому что есть готовые решения, например, стрела-игла. Это карбоновая стрела с пенетратором и вы можете выкрутить наконечник, который стандартный 5-16, лучный стандартный наконечник и крутить сюда любой другой, как по форме, так и по весу. В комплекте идут вот такие вот пулевидные, bullet point вроде они называются. Такие наконечники достаточно легко вытаскиваете щита. Есть такие же спортивные и более острые, они дальше глубже входят, но их тяжелее вытаскивать. Поэтому чем тупее наконечник, то есть чем вот более круглая вот такая форма у него, тем легче его доставать из щита. Спустя время нам приходит ответ от Евгения, но давайте перед тем, как я расскажу вам, что он ответил, проведем небольшой эксперимент, а заодно разберемся с еще одним параметром, про который я пока что умышленно умолчал. Давайте для этого сравним вот этот вот арбалет-пистолет с вот этим вот охотничьим луком. Да, он 60 фунтов, но для тех, кто в теме, те знают, что это за лук, и что даже 60 фунтов на нем достаточно для охоты. Поэтому давайте стрелы, кстати, тоже тяжелые, прям тяжелые-тяжелые, потому что мне как-то с ними комфортнее стрелять. Компац! бац да и звука все-таки прикольно стрелять но у вас такие низкие мишени когда мишень стиль так низкий конечно гораздо удобнее сделать из арбалета теперь давайте попробуем из арбалета это сделать и и и так давайте посмотрим что у нас тут получается оба вот насколько у нас стыкаются стрелы вот насколько у нас тут стыкаются ну я конечно не думаю что арбалет настолько мощнее лука у все-таки штука то мощная конечно тут еще какой-то элемент имеет место быть то что щит где-то помягче где-то пожёстче но в целом мне кажется они примерно разные ну по крайней мере абалет точно не слабее чем вот этот вот мой любимый лучок ну что ж вот вам ответ евгения добрый вечер ну как и говорил на 30 метров зверь подошел на кормушку сразу было смертельное ранение в область сердца машина ваша неприхотливая и на такой дистанции трехлетнего оленя сразу практически остановила просьбы выписать счет на те стрелы что вы говорили жесткие наконечники и к ним 5 стрел и 5 наконечников я думаю что после этого мало у кого останутся сомнения подходит ли этот арбалет для охоты конечно подходит человек добыл 150 килограммового оленя с помощью вот этой малютки если у вас остались вопросы касательно этого или других арбалетов то пишите а также советую посмотреть вот это видео